Здарова, народ! Сегодня поговорим о интересном эксперименте, который мы недавно совершили. Перед вами прекрасный инструмент. Это стратокастер. Он уже взят от мастера. Здесь всё заменено, всё, короче, приведено в порядок. Что вообще-то такие за гитары и почему на ней такая странная надпись? Мне не хочется каким-то образом влиять на спрос, так скажем. Поэтому модель данного стратокастера засекречена. Эти прекрасные инструменты вылавливаются на вторичном рынке, поэтому эта фирма должна оставаться засекреченной. И назвал я эту гитару после того, как я поиграл на ней и просто обалдел от неё. Рабочее название этого инструмента – «Чёрный принц». К нему подходит. Так, что здесь было сделано? Ну, изначально состояние, в котором он был выловлен, вторичного рынка, было очень плохое. Гриф был вот такой весь кривой. Сейчас здесь всё просто в полном идеале. Вообще гриф прекрасный. Новые лады, дорогущие. Лады подобрали прямо именно то, что надо. 2,5 мм. 2,5 мм сюда очень подходит. Что примечательного вот в этом инструменте. То есть, он, во-первых, старый. Открою завесу тайну небольшую. Этому инструменту приблизительно плюс-минус 20, ну, где-то 25 лет точно. Видите, уже пожелтевший пластик. И в те годы ещё, да, то есть, это, получается, у нас 90-е годы, все материалы, по большому счёту, из которого всё делалось, они ещё были натуральные. То есть, допустим, во-первых, это палисандр, реальный. Одного из лучших качеств вообще палисандра, который может быть. Вот здесь накладка. Пробежимся по характеристикам. Гриф очень толстый, толстенный гриф, огромный гриф. По большому счёту, можно было бы даже его подпилить. Но не будем ввязываться в общую структуру и формулу этого инструмента. Потому что в нём вот так всё прекрасно, мне всё нравится. Здесь у нас стоит хамбакер. Хамбакер под названием DIN DMT. Знаете, да, вот это вот DMT звукосниматели. Называется он Time Capsule. Изначально они их ставят на модели на Кадиллаке. Дин Кадиллак, если знаете гитара. Вот там Time Capsule. Просто феноменальный звукосниматель. Вообще феноменальный звукосниматель. В нём примерно, не примерно, а 14 с чем-то килоум вроде. Ну, то есть, он довольно мощный. Но у него такой, знаете, есть свой характер очень интересный. Довольно-таки. Но самое главное, что здесь было сделано, одно из самых главных, да, это я мастеру сказал, я говорю, слушай, давай проведём эксперимент и вклеим гриф в деку. То есть, здесь на этом стратокастере гриф вклеен. Ну, плюс ещё, естественно, он болтами прикручен. Куда их девать, выкидывать что ли? Вот. И приклеен. И вы знаете, и как мне кажется, реально, это повлияло конкретно на сустейн вообще гитары. Потому что здесь сейчас на ней сустейн стал невероятный. Так, давайте с вами сыгранём. Заметьте, здесь на пресете нет вообще даже компрессора. Никакого специально. Я не клал никакого компрессора. Так, вот просто зацените. Как вам такое вообще на стратокастере? И знаете, ощущение такое, что вот даже если когда играешь аккорды, вот, допустим, просто квинту если бахнуть. Абсолютно то же самое, если вы мне скажете, что надо на чистом звуке проверять. На чистом тоже я играл. И сустейн просто меня поражает. Мне кажется, это за счёт нескольких вещей. Во-первых, очень толстенный гриф здесь на стратокастере. Обалденный толстенный гриф. Просто очень здоровый. И во-вторых, мы его вклеили. Вы знаете, я прям вот даже сейчас чувствую, да, что она по-другому стала вообще как-то реагировать на звук. То есть, допустим, если, ну, в обычных стратокастерах обычно, да, вот, когда вы играете, да, в сам момент тычка, у неё есть такой тычок туда наверх, да, и потом немножко он сползает, и уже дальше продолжается релиз. То вот здесь сейчас такое ощущение, как будто вот просто вот этот звук, он сразу прям хоп встаёт на плато и просто держится, и уже там дальше-дальше только пошёл на релиз. То есть, вот этот сам момент тычка, он так принизился, а момент релиза он приподнялся. То есть, вот если, допустим, поиграть какие-то другие аккорды, вот смотрите, не там не через открытые, да, струны, там, например, там соль сыграть. Видите, да, он прям аккорд, он висит, висит и висит. То есть, нет такого, что он начинает тухнуть, и где-то там он уже висит. А вот он прям сразу, то есть, мне напоминает вот это вот по характеру, вот по характеру звука именно, как он, как он у нас достаётся. Вот по характеру самого звука, да, вот именно по физическим, как бы, вот таким характеристикам, мне вот напоминает отдачу Лесполовскую. Он по звуку ярче, конечно, но вот именно, когда играешь на Лесполе, вот это нечто похожее, когда, допустим, вешаешь вот эти вот пауэр-аккорды. То есть, там, знаете, там, типа, как Guns N' Roses, там, Baby Don't Cry какой-нибудь. Вот такого плана, да. То есть, на стратокастере, конечно, звук, он, во-первых, такой чуть-чуть более ядовитый, обычный. И вот именно момент вот этого точка, короче, момент самой атаки, да, он, она более ярко выражена обычно. А здесь вот как будто она чуть ниже, но сам релиз, такое ощущение, как будто всё как-то выровнялось. Но, по моим, конечно, ощущениям, давайте вот ещё посмотрим на Sustain. Не знаю, для стратокастера это, конечно, вообще, да. Вообще, изначально, если нам поговорить про гитары с вклееным грифом и гитары на болтах, гитары на болтах, а именно стратокастера, да, то есть, вот в те лохматые года, когда они были изобретены, изначально схема была утилитарная. Изначально схема была утилитарная. Не такая, как у Гибсона, у Лиспола. То есть, ну, как, на мой взгляд, конечно, гитара с вклеенным грифом и вообще сквозные гитары, да, конечно, интереснее. Интереснее по звуку и, на мой взгляд, это более, конечно, правильно, чем гитара, где просто грифы на болтах. На мой взгляд, то есть, на мой взгляд, чем вся конструкция гитары цельней, тем лучше. Потому что всё-таки в ней всё вибрирует и всё-таки он больше инструмент на инструмент похож. Поэтому, возможно, возможно, если вы просто берёте и вклеиваете, допустим, гриф стратокастера, это намного лучше усиливает его характеристики. Вот просто вот такая минимальная деталь. Я порылся в интернете чуть-чуть и, вы знаете, были времена, когда Fender Custom Shop делали гитары страты с вклеенными грифами именно. То есть, можно найти фондера с вклеенными грифами. То есть, такие есть. И раньше такие тоже бывало делали. Поэтому такая вот небольшая деталь. Это вот заметьте, я вот это сустейн, я не вибрирую. То есть, просто вот чистый гол и струна. А если вибрирует, что вообще такое прям... Какие-то лесполоские ощущения в нём вообще появились реально. А если вибрировать, да, чтобы струна тёрлась, облады, вот так туда-сюда, то вообще очень похоже тоже на леспол. Вот именно по ощущению того, насколько просто вытягивается звук. Ну, то есть, сымитировать такой бесконечный сустейн, как бы здесь проще. Даже стало, вот смотрите, если просто вибрировать. Реально легко. Причём, если немножко вот побыстрее начать вибрировать, то звук начинает назад вылезать. Тест на Steel Garda Blues. КОНЕЦ Вообще, конечно, да? Зацените, какой сустейн просто стал. Такой, конечно, по моим ощущениям, изначально, когда она была, её подключил, такого не было. Было всё как обычно. Но сейчас она прям такая... Она отзывчивой стала вообще к игре. КОНЕЦ Вообще, невероятно отзывчивый инструмент. Но он притом такой мощный. Он такой, ну, среднего веса. Гриф очень здоровый. Тоже вот здесь вся у нас электроника заменена. Вот этот хамбакер. Круто очень звучит изначально тоже. И плюс добавился в нём такой какой-то, знаете, вот реальный какой-то лесполовский сустейн в нём появился. Вот характер такое нечто среднее. КОНЕЦ Да, круто. Нравится мне эта гитара. Нравится. Я в последнее время, кстати, вот несколько дней вот только на ней играю. Вечерами сижу. Прям в ней какой-то такой прям массивность такая в ней появилась вообще. Что ж, вот такие вот интересные мысли. Стоит ли вклеивать грифы стратокастера? Вы знаете, я думаю, что стоит. Стоит. Но тогда гитара теряется в своей утилитарности. Её нельзя разобрать, там все дела. То есть, видите, да? Потом ещё и... Ну, хотя не знаю, там вот эти стратокастеры, где анкер находится, да? Вот с этой стороны совсем классический. Но инструмент получился весьма достойный. Весьма. В общем, в нём появилась такая уверенность вообще дикая. Такой мощный, массивный такой страт, который выдаёт. Что ж, до следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok